Теннис Компионами России в командном зачете среди женщин второй год подряд стали столичные теннисистки. Это тоже было очень сложной. Выставили наши соперники также сильнейших игроков и надеялись на победу самой сильной спортсменки Яны Носковой. Вот удалось на ней взять очки и таким образом выиграть первое место. Сенсационно выступили в командном чемпионате Свердловские спортсмены. Они впервые в своей истории выиграли золото национального первенства. Участвуют все сильнейшие, кроме Александра Шибаева. Если мне не изменяет память, на сегодняшний момент у нас 5 человек в 100 сильнейших спортсменов мира, плюс еще трое-четверо в 150. То есть получается, что по своему уровню подготовки спортсменов в мировом рейтинге, думаю, что это второе-третье соревнования по его силе. Это очень высокий результат, который обязывает, будем говорить, ко многому. Не успели утихнуть страсти по медалям командного чемпионата России. Накал борьбы раскалился до предела в личном зачете. Самые рейтинговые теннисисты страны – 16 мужчин и 16 женщин – пропустили квалификацию. Остальные участники соревнований были разбиты на группы по трое и сражались за выход в основную сетку турнира. Не все так прошло гладко, как хотелось бы. Не все спортсмены попали в число 32 сильнейших. Но все равно есть свои победы, которые достаточно хороши. У нас участвовало 5 спортсменов квалификации еще от нашей области. 6, извиняюсь, 3 квалифицировалось, 3 нет. И как бы две встречи закончились, 2-3, то есть с такими большими шансами как бы на успех. К сожалению, не прошли наши молодые спортсмены дальше. Не повезло в личной квалификации. И мужской самарской сборной из четырех спортсменов ни один не смог продолжить борьбу в основной части соревнований. У судья четыре мяча просто так как бы засудил. Нечестно. Ситуация была такая. Сначала две переподачи, которых не было в принципе. Это было в первой и в третьей партии. Потом подачу сняли, которую я подавал, и ее сняли просто так вот в решающий момент, когда я уже мог выиграть. После очка причем сняли. Счет был 2-0, 10-9 я вел. И мне сняли подачу, и после этого я проиграл две партии. Арбитры – это те, кто обслуживает встречу у стола. Они могут повлиять на ход встречи значительно меньше, чем в футболе и в хоккее. Но какие-то моменты, тем не менее, остаются на усмотрение арбитра. На результат какого-то конкретного матча повлиять очень тяжело. И кроме того, у нас вид спорта не богатый, а потому люди здесь очень погрязочные. Некоторым спортсменам помешали добиться высокого результата в квалификации теннисные столы. Приятные впечатления от всего, кроме столов. Сколько я от ребят слышал нареканий. Есть уж столы старенькие довольно. Отскок очень непрогнозируемый. Когда соперник играет, и ты не знаешь, это да. А когда ты видишь, как играет соперник, и мяч подскакивает от стола по-другому, это совсем другое. В женской квалификации сенсации не случилось. Теннисистки сыграли в силу своих возможностей. От сборной Самарской области выступило шесть спортсменок, и только одна зачехлила ракетку. За медали чемпионата страны продолжили играть Екатерина Чернявская, Светлана Махначева, Валерия Щербатых, Лилия Колючева и Мария Тайлакова. Они не очень сильно уступают по классу вот этим лидерам. То есть сразу с первого же матча будут очень сложные встречи. То есть независимо от того, кто попадет на сильнейшего игрока, это не значит, что сильнейший игрок выиграет. И проблема, не проблема, а сложность в том, что чистая олимпийская система. То есть проиграл, вылетел. Естественно, сильнейшие игроки, зная свою ответственность, что они не могут вылететь раньше, будут волноваться, бояться и так далее. И наоборот, те спортсмены, которые только туда прорвались, они будут чувствовать свою уверенность. И поэтому борьба будет очень сложной, и напряжение с обеих сторон достаточно серьезное. Борьба за чемпионский титул среди мужчин и женщин в личном зачете будет проходить три дня. В воскресенье спортсмены разыграют комплект наград в финальных поединках.